добрый день друзья сегодня у нас новое охотничье приключение отправляемся на охоту на волка на вабу мы уже в пути но у нас по дороге мы увидели край такого прекрасного озера это озеро свитесь очень красивое место я здесь бывал летом так что всем рекомендую чистейшая вода красота неописуемая что интересно того дома 100 километров у нас уже льда давно нету полностью открыты водоемы а здесь смотрите люди еще ловят рыбу более северная сторона назначенном месте нас ожидает егерь который будет с нами участвовать в охоте осталось нам ехать на километров 40 это барановичский район брестская область так что едем дальше к нему а а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, вот мы и на месте. Серега, привет! Привет, Олег! Прошу любить и жаловать. Это егер, с которым мы уже неоднократно добывали в этом хозяйстве волков. Человек тоже активно занимается охотой на волка. Всегда все на связи, фотоловушки, следы свежие. Человек на своем месте. Серега, тебе слово. Олег, давай пока светло, не будем терять время. Проедем, покажу тебе вольер. Это вольер нашего товарища, он тут разводит оленей. И на этих оленей позариваются волки, они сюда приходят как в столовую. Мы установили там фотоловушки, где они проходят, где... Ну вот я тебе присылаю фотографии, то есть их переходы уже примерно понятны. То есть они сюда заходят, вышли, ложатся они уже в других угодьях. Поэтому... Давай... Так, пожалуйста, вот билетик. Световой день у нас увеличился сейчас. Поэтому, я думаю, в часов 7 уже можно будет выдвигаться в угоде, ну конкретно охотиться. Согласен? Согласен. Ну, Олег, вы списывайся. Мы сегодня охотимся небольшой компанией. Не я и ты. Но, прежде всего, техника безопасности. Это не коллективная охота, но тем не менее. Стреляем только по ясным видимой цели. Наш шум, шорох не стреляет. Понятно. Ну, у тебя серьезные приборы, поэтому я думаю, что кабана, волка, ты отлечишь. Да-да-да, все хорошо. Ну что, вперед! Уже ездили, да? Да-да. Ну что, мы в угоде. Сейчас выедем, посмотрим. Попробуем объехать вольер. Серьезно, ты говорил, что заходят волки. Ну, я как-то проезжал, смотрел до этого, это вольер нашего товарища, охотника. Охотимся вместе. Ага. Он разводит тут оленей. И вот волки взяли моду приходить в этот вольер, как в столовую. За сетку, да? Да. В угодях они особо тут не промышляют, так особо не находил я где-то остатков. А вот за сеткой они там находят все пропитание. Так. У них там примерно определенные лозы, там есть дырки, подкопы они делают. Вот на одном из подкопов установили подоловушку. И куда они проходят. Ну, это кадры, я так понимаю, ты присылал как-то раньше, что выли, ну, где подкоп, под сеткой проходят. Давай поедем, посмотрим, ну, как же это место, где примерно, может, посмотрим какой-то массив рядом вокруг этого, где они могут на дневку оставаться. Если, как бы, хорошее место, то можем, я думаю, и там провалить. Потому что... Ну, сейчас подъедем, ты посмотришь, это ценишься местность, но из практики они ни разу там не оставались. Они постоянно в сольерах уходят, да, и идут на дневку уже, выводя в Барановское уход. Ну, скажем так, сегодня погода вроде неплохая, потому что мы все отлаживали, каждый день, ну, сильные ветра были. Вот, сегодня единственный такой день хороший, потому что на завтра снегопад стоит с мокрым дождем. Решили поэтому, фотоловушки сегодня молчали, ну, ничего не приходило на фотоловушку. Решили сегодня, ну, попробовать все-таки, может, даст, ну, может, повезет, потому что, ну, до другой, другого дня такого, с такой хорошей погодой не будет. Ветра практически нету, но немного есть дымка. Ну, нам это не помешает на вооружении теплоприцел. Видишь, заскакивает. А, тихо, тихо. Смотри, Скорто, видишь, что-то их там. Тихо, тихо, не спеши, не спеши. Спеши, не спеши. Ух ты, нифига себе. Ты видишь, нет? Олег, пошли, я покажу, где поставили фотоловушку, где проходят молки. Ну, вот это место, мы как-то следили сегодня за этими волками и вычислили, именно вот этим лазом они заходят сюда за сетку. Установили вон на столбе фотоловушку, она фотографирует и сразу моментально присылает на телефон. То есть онлайн, все видим, все, мы уже ориентируемся, что они уже зашли сюда, вышли отсюда, уже стараемся как-то проводить охоты. Ну, оленя тут плотность большая, пропитания им тут хватает. Ходят, короче, обедать. Да, как столовые, это мы называем, как столовые. Приходят, пообедали и ушли в наши уводзи там, там уже покрепче. Тут нету массива, тут все такое, ну, как парк, тут нету таких дебридей. Ложиться на ночь, ага. А этот, Сергей, а сколько ты, вот по последним наблюдениям, что, ну, что ты видишь последнее по волкам, я имею в виду? Четыре-пять волков есть точно. Ходит тройка, к ним иногда подсоединяется еще один, и есть еще один волк ходит отдельно. То есть, одиночка. Четыре-пять волков, ну, в этой круге есть. Ну, да, ну, мы сегодня уже спланировали, в принципе, где мы будем охотиться, проверим там несколько точек. Вот, Сергей объехал вроде на фотоушках, сегодня ничего не показало, но будем пробовать, потому что, я говорю, погода, погодные условия идеальные. Ну, что, мы сейчас определили несколько точек, где мы сегодня будем вабить, вот, поэтому поедем сейчас собираться и вперед на охоту. Так, ну что, на улице уже темно, сейчас отправляемся на первую точку, будем вабить в лесу, в центре болота. Есть поле, которое там засеяно было кукурузой, ну, сейчас его перепахали, вот, как бы, а по кругу, ну, лесной массив. Мы три недели назад там вабили, выходила тройка, но номер не стрелял, как бы было далековато. Первое место, это вот будет вот это. Там еще стоит фотоловушка на этой дороге, на подходе к этому полю. Тоже часто попадается одиночный, одиночный волк на фотоловушку. Ну, два дня назад купался. Да, да, два дня назад, потом мы вам скинем фотографии, с датами будете видеть сами. Вот, то есть, как бы, есть надежда, что это где-то волк там рядом будет. Так что, первое место будет там. Так что, первое место будет там. Так что, первое место будет там. Оммм. 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 Омм. 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 после первой бабы сдалека было похоже как будто как волк но увы вот ну сейчас переезжаем на новое место будем дальше пробовать вот так вот так вот вот так вот волка стрельнули и волчицу вместе с назад на волкну это болото да да и давай там тоже хорошее место давно не будет в прошлый раз мы туда ездили да может это перешли тут вторая вторая точка и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну что, вероятнее всего охота наша сегодня завершена Мы приехали на вторую точку Где-то на часах было 9 часов вечера Мы расставились Первая ваба После первой вабы вдалеке-вдалеке Мне показалось, что отозвался волк Ну как ветерок был в нашу сторону Ну, показался, да показался Отстоял первую вабу Вторая ваба Снова слышу, отзывается волк И еще Ну, в стороне, может, километр Второй волк отзывается Вот Стояли, ждали, ждали, ждали Никто не выходит Вот Ваблю третий раз Все то же самое Волки отзываются Никто не выходит Пробовали С Сергеем там Комбинировать Всякие схемы наши Волчи Вот Что не делали Волки не выходили Потом решил я пойти им навстречу Потому что отзывались В принципе, примерно в одном и том же месте Вот Тоже провабил Все то же самое Короче, отстояли мы до полтретьего ночи Вот Выхода не было Ну и В конце концов Волки замолчали И, ну, скорее всего, ушли Но я думаю Вероятнее всего Что это пара Наверное, скорее всего, пара матерых Сейчас вон Я так думаю Что им Не совсем Не до разборок За борьбу за территорию Вот Поэтому Ну, решили мы Их сильно там Не мучить А решили оставить Чтобы, ну В следующий раз Чтобы было Были нам шансы Вытянуть их все-таки на поле Вот У нас там По прогнозу В ближайшие дни Стоят Ну, снег Возможно, может, будет какая-то Пороша Вот Потому что Сейчас снег не везде есть Нету Нету возможности проехать Посмотреть следы Поэтому Если будут Если будет Пороша Сергей объедет Посмотрит следы И мы сюда снова вернемся Вот Ну, а на сегодняшний день Сегодня Конец первой серии Так что Мы приедем сюда еще раз И Надеюсь, что добудем все-таки Волка Сильным всегда везет Все, ребята Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 ждали выхода с той стороны из-под ветра что-то они обошли кукурузой и вот шли к нам только на выстрел на месте вроде волк лежит что-то были ну что спорил Серега спасибо красавец ты тоже сегодня все получилось давайте посмотрим что добыли добыли кобелька какие зубки у него стрелял я за лопатку по первому это я стрелял давай посмотрим попадание четкое попадание это выход вот точнее нет это да это выход все правильно первым попал стрелял еще по второму Серега вроде тоже что попадание я уже не видел за кустами уже кусты мешали сейчас мы подождем остальных охотников сегодня мы недвоем охотились там еще два номера стояло с нами сегодня директор хозяйства на охоте и мы пригласили еще его товарища тоже охотник потому что в прошлый раз волки обходили под ветер то есть зашли не получилось стрельнуть вот в этот раз мы уже все спланировали взяли поставили больше номеров со мной мы вдвоем стояли и еще два номера их поставили под ветер сами стали поближе к лесу вот сегодня решили поменять тактику я взял с собой вабу и взял манок крик раненого зайца вот попищал зайцем через наверное минут 15-20 появились волки вот вышла тройка на нас подошли на 150 метров ну что-то наверное или причуяли или увидели ветер был хороший я решил думаю буду стрелять бокового стоял хорошо четко стрелял за лопатку попадания волк немного отбежал вот стрелял по второму получилось что по второму тоже попал сейчас мы посмотрели есть кровь но решили пока не трогать пускай немного отлежится сейчас пойдем смотреть под ранг вообще наверное это была такая одна из самых сложных охот моих волчьих потому что мы уже тут наверное раз пятый то волки выходили в прошлый раз вышли на директора обошли нас под ветром ну там не хватило буквально ему секунды тройка переходила дорогу да то есть не хватило ему чуть-чуть времени переходили обошли тоже не добыли прошлый раз мы приехали тоже там в одном болоте болоте нашли наверное после четвертого переезда нашли двойку отзывались все там простояли там почти до утра с ними там вели диалог но кто же никто не вышел вот как-то все не получалось не получалось фотоловушки постоянно фиксировали будете видеть по этим по фотографиям вот ну и сегодня сегодня мы решили снова приехать сегодня с утра все как обычно сработали фотоловушки вот сергей сразу же позвонил сказал что на двух фотоловушках попались волки быстренько отправился в угозе объехал посмотрел следы как оказалось это было четверка вот четвертого мы не видели было только трое ну три только было вот он объехал полностью этот лесной массив по кругу обошли дорожками и все выхода нету ну все решили как бы пока еще погодные условия позволяют порожка немножко было что надо ехать хотя сегодня такой немного ветерок есть вот ну и сегодня наконец-то все все случилось наконец-то добыли конечно вот это все того стоило работа егерей, директора постоянно люди на своем месте постоянно мониторят следы, фотографии занимаются плотно хищником вот ну и мы конечно тоже помогаем приезжаем так что общими усилиями сегодня у нас результат хороший это практически постоянный результат когда они приезжают ну пару было там куча но вообще должен надо дать Сергею Александровичу он очень плотно мониторит и контролирует да да занимается серьезно волком это да Сергей Александрович следующий волк по-любому твой да но но сегодня сегодня тоже мы думали как бы будем стрелять ну стали вдвоем будем стрелять если что с одного места но так получилось что как раз он подошел ко мне и говорит что-то вышло ну уже решили думаю буду стрелять один вот но я надеюсь что у нас сегодня еще посмотрим под ранкой возможно я думаю что может быть мы все-таки его доберем либо завтра его доберем вот так что вот такие вот охотничьи приключения сегодня у нас мы не прощаемся с вами поэтому идем смотреть под ранка и до скорых встреч друзья ну что прошли мы за вторым под ранком 2 где-то километра примерно километр по лесу вот местами волк останавливается были там местах и крови вроде много вот но мы сегодня решили его не гнать снег есть завтра ера пускай он отлежится ера завтра посмотрит вот поэтому сегодня результат только один но второй под вопросом вот так что смотрите нас снова на канале река сейл и до скорых встреч пока